Продолжение следует... 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 Вы видите, у 7 больных МРТ не выявляло данные за рак, а ПЭТ в двух случаях был сомнительный, а в двух был негативный, и только в одном из них МРТ могла бы выявить рак. Поэтому авторы делают вывод о том, что даже для первичной диагностики рака предстоятельной железы ПЭТ-СПСМА, ПЭТ-КТ-СПСМА более эффективен, чем мультипараметрическая МРТ. Сразу хочу сказать, что не все исследования в этой области однонаправленные были, которые показали, что МРТ более чувствительна в отношении выявления очагов, но, наверное, дальше будут более крупные исследования. А вот что касается этого 29-мегагерцового ультразвука, микро-УЗИ, да, еще два года назад, да и в прошлом году было огромное количество работ по применению вот этого микро-ультразвука с 29-мегагерцовым датчиком, что там одна статья вышла под заголовком «Вернем диагностику рака в руки урологов». Ну, то есть не МРТ будем делать, а будем делать микро-ультразвук и лучше, не хуже диагностировать рак. Но в этом году публикации рухнули, их стало на порядок меньше, оказалось, что проигрывает, капитально проигрывает этот микро-ультразвук, мультипаратомиологическое МРТ, посмотрите, по чувствительности 67 против 100%. Ну, наверное, повторяет судьбу этого гистосканинга. Ну, опять же, обсуждается вопрос о том, всем ли больным надо, вы знаете, что сегодня по стандартам мы выполняем таргетную биопсию, на таргетную биопсию, в случае наличия очагов по МРТ, на таргетную биопсию мы дополняем систематической биопсии, мультифокальной. Можно ли избежать мультифокальной биопсии, можно ли только таргетную делать? Этой проблеме тоже большое число исследований посвящено. Вот одно из них, которое, ну, я не буду подробно останавливаться, оно показало, что, ну, авторы делают вывод, что можно у некоторых больных с небольшим объемом предстательной железы, особенно с локализацией очагов в транзиторной зоне, не дополнять таргетную биопсию стандартной, потому что она не увеличивает частоту выявления клинически значимого рака. Вот с этого слайда у меня почему-то при переформатировании презентации пропала часть текста, но неважно. Это исследование по роли антибиотиков у больных, которым и выполняет промежностная биопсия. Вы знаете, что промежностная биопсия сегодня, конечно, она логистически более сложна, это понятно и не всегда возможно, но она рекомендуется в большей степени, чем трансректальная, потому что меньше осложнений. И вот вопрос, нужно ли при выполнении промежностной биопсии выполнять антибиотику-профилактику. Видите, 1258 пациентов проанализировали, которым выполняли промежностные таргетные биопсии. Ну и здесь осложнения, это были, вы видите, всего у 48 больных, у 31 это была задержка мочеиспускания, связанная с отеком предстательной железы, она коррелировала, кстати, с объемом предстательной железы. Геморатрорагия была у 6 пациентов, ну, ушиб промежности, это, видимо, гематома, я так думаю, или отек промежности у 6, и только 5 воспалительных осложнений, 2 архита, 3 простатита. И вот та часть текста, которая куда-то исчезла, не знаю куда, там было, в общем-то, было написано, что в группе больных с антибиотикой-профилактикой и без никаких различий, осложнений, частоте осложнений не было. Поэтому, вероятно, для снижения антибиотикорезистентности в нашей популяции мы можем отказаться от проведения профилактики антибиотиками у больных, которым и выполняет промежностную биопсию, потому что риск осложнений, и особенно воспалительных, он очень небольшой. Что касается, опять же, применения ПЭТ-КТС-ПСМА для выявления микрометастазов в региональных лимфатических узлах, то есть для выявления метастазов, когда мы не выявляем их по данным других методов диагностики, вы видите, 99 больным проводили ПЭТ-КТС-ПСМА и СТОРПСМА, и потом выполняли простатоктомию с расширенной лимфодисекцией, в среднем удаляли 22 узла, у 30 больных процентов выявлены метастазы, это были больные группы высокого риска. И посмотрите, конечно, очень разочаровывает чувствительность диагностики ПЭТ-ПСМА в отношении выявления. Первая строка – это по отношению к числу больных 53% чувствительности, а по отношению к числу удаленных лимфоузлов и того меньше, 13%. То есть ПЭТ, конечно, не может выявить небольшие метастазы в лимфатических узлах и пока, к сожалению, не может заменить, а может, к счастью, расширенную тазовую лимфоденектомию. Несколько работ, посвященных фокальной терапии, ну вот небезинтересные исследования, где проводили амбулаторную фокальную криоабляцию под контролем МРТ и ультразвукового наведения под местной анестезией. Амбулаторно выполняли. Достаточно большое число больных, но вот результаты, я бы сказал, не очень, на мой взгляд, такие хорошие. 102 больных имели стабильный уровень, но из 229 больных, которым провели биопсию, 31% через год был выявлен рак предстоятельной железы. Авторы делают такой оптимистический вывод, что 69% не имеют признаков прогрессирования, поэтому метод хорош, но, я думаю, хорош он у тех, у кого, наверное, все-таки действительно невозможно ничего другого, потому что, в принципе, онкологические результаты, на мой взгляд, не очень удовлетворительные. А вот тенденции проведения фокальной терапии в Германии, ну, не во всей Германии, конечно, но выбрали такую достаточно большую когорту пациентов, 223 677 человек, которым проводили фокальную терапию. И обратите внимание, верхняя кривая, синенькая, это хайфу, стандартная хайфу. Так вот, обратите внимание, частота выполнения стандартной вот этой хайфу терапии снижается в последние годы. А криотерапия примерно на одном и том же уровне, а вот что растет, оранжевая кривая, такая темно-желтая, ярко-желтая, это фотодинамическая терапия с фотосенсибилизатором Тукадом, который до нас, к сожалению, так и не дошел. Вот, и второе, это ультразвук уже фокальный, такой вот это то, что Тулса называется, нестандартный хайфу. Ну, и вот тоже интересная работа, которая попыталась ответить на вопрос. Рецидивы после фокальной терапии связаны с тем, что мы, ну, грубо говоря, не дожигаем очаг, проводим неполную аблацию основного очага, или рецидивы в других местах предстательной железы возникают. И вот, вы видите, 113 больным выполняли фокальную терапию или фокальную хайфу, или фокальную криоаблацию, потом через 6 месяцев всем выполняли фьюжн-биопсию, и у 32 больных выявили рецидив. В 50 случаях он вообще был в той зоне, где была аблация. Но дальше они посмотрели, вот эти столбики, графики, посмотрите, они вот так вот маркировали вколы по, ну, сопоставляли картинки МРТ, фьюжн-биопсии, и так вот маркировали по длине, по расстоянию от очага до места биопсии. И посмотрите, большинство биоптатов были 50% в самой зоне аблации, дальше это вот от 1 мм до 5, дальше от 5 до сантиметра, то есть чем больше расстояние, тем существенно уменьшается вероятность выявления рецидива. Так что, скорее всего, мы действительно рецидивы получаем из-за того, что неадекватно проводим аблацию основного очага. Вот такой вывод этой работы. Ну и работа, которая немножко греет мое сердце, потому что я всегда вот задавал коллегам этот вопрос, вот сейчас могу вам задать, Сел Борисович. После аблативной терапии, когда вы оперируете больных, вы сталкиваетесь со сложностями или так же выполняете радикальный простатектомин? Буквально 2 недели назад я оперировал больного после радиочастотной аблации. Пациент в Израиле год назад выполнил радиочастотную аблацию. Через полгода, у него ПСА, причем, снизился до нуля, через полгода рецидив биохимический, быстрый рост ПСА. Я не могу сказать, что операция была сильно осложнена аблацией, проведенной. Это плохая аблация. Видимо, может быть. А вот если хорошие, как мы делаем, после них оперировать. Ну, в общем, я, честно говоря, часто сталкивался с проблемами сальважной хирургии после аблативных технологий. И это исследование, оно подтвердило. Посмотрите, частота позитивного края при выполнении простатектомии после фокальной терапии по сравнению с теми операциями, которые были у нативных больных, 40 против 15. Ну, N+, там незначительная разница. Глисон 8 и больше, 25 против 15. Удержание мочи всего лишь 30%. Ну, это раннее удержание мочи имеется в виду. И, конечно, сохранение потенции. Авторы делают вывод, что выполнение простатектомии после аблативных технологий приводит к худшим онкологическим эмоциональным результатам. Ну, много мы говорим о влиянии объема лимфодисекции на показатель смертности от рака. В прошлом году была опубликована работа, которая тоже посвящена этой проблеме. И это исследование анализировало большую когорту больных, 103 тысячи пациентов с лишним. Вы видите, что их разделили на группы промежуточного и плохого прогноза, высокого риска. Здесь тоже немножко съехал шрифт, прошу прощения. Но посмотрите на графики. На графике все ясно. В группах промежуточного прогноза, да, и разделили на группы больных по количеству удаленных лимфоузлов. До 10, от 10 до 20 и больше 20. В группе промежуточного прогноза, левый график, существенных различий нет. Почему-то есть тенденция в группе, где удаляли от 10 до 20 чуть-чуть лучше выживаемость. Видите, ну, она на грани статистических достоверных различий. А вот в группе плохого, высокого риска прогрессии, посмотрите, насколько увеличивается выживаемость больных, к которым проводили удаление лимфоузлов в больше 20, ну, к которым удаляли больше 20 лимфоузлов. Ну, это понятная ретроспективная работа. Опять же, рандомизированных, проспективных исследований, которые бы это подтвердили, у нас нет. Ну, то рандомизированное исследование, которое ваш друг Карим Тужьер провел, а у меня ничего, кроме, извините, улыбки не вызывает, потому что там в группе расширены стандартные 10 лимфоузлов, в группе расширены 11. Это же американские пациенты, что это меньше лимфоузлов, чем в России. Да. Как теперь выясняется, у них всего меньше, но и лимфоузлов тоже. Значит, сравнение выживаемости у больных с N+, с метастазами в лимфатических узлах, которым проводили радикальную простатоктомию и лучевую терапию. Интересное исследование. Большое число больных под 900. И, ну, это была так называемая псевдорандомизация, потому что там не было, конечно, это не прямое рандомизированное исследование, но, тем не менее, посмотрите, очень такие интересные результаты. Оказалось, что и пятилетняя общая смертность существенно меньше, и пятилетняя раково-специфическая смертность меньше, и смертность от других причин достоверно меньше у больных, которым выполняли радикальную простатоктомию. Но от других причин, может, потому что это были изначально более здоровые больные, конечно. Это в группе очень высокого риска. Это исследование сравнивало группы высокого риска очень высокого риска. Да, нет, это не группа, это больные с клинически выявленными метастазами. Ну, естественно, это очень высокий риск. А как же, это больные с клинически выявленными метастазами, да. Нет, ну, я понимаю, что раково-специфическое. Почему от других причин? Скорее всего, они просто более соматически сохранны. На графиках вы видите достоверное преимущество выживаемости у больных, которые были подвергнуты хирургическому лечению. Можно ли не лечить больных с биохимическим рецидивом? Да, можно у ряда больных с биохимическим рецидивом, авторы его называют, но вообще есть такой термин – доброкачественный биохимический рецидив. Это действительно больные, у которых имеется достаточно большой период удвоения ПСА. Вот здесь в среднем он был 26 месяцев. И вот обратите внимание, ни один больной в этой группе не умер, не умер от рака предстательной железы. И действительно этих пациентов с медленным ростом ПСА, конечно, надо учитывать там и глисон какой был, это все понятно, но тем не менее у них выживаемость может быть очень хорошей и без лечения. Работа посвященная тому, как стратифицировать пациентов на, опять же, отбирать пациентов на сальважные лимфодисекции у больных, у которых после проведенного ранее хирургического лечения развиваются метастазы в лимфатических узлах. Реализуются метастазы в лимфатических узлах. Вот вы видите, отягощающими факторами, влияющими на ухудшение выживаемости после сальважной лимфоденектомии, было наличие метастазов забрюшинных, ну имеется в виду параортальных. Выше таза, полости таза, числом более трех и проведение гормональной терапии. Вот у этих больных существенно ухудшается выживаемость после сальважных лимфоденектомий. Тенденции в выживаемости больных с первично выявленным метастатическим процессом. Это тоже в Северной Америке по базе данных СИР. И вот, несмотря на то, что увеличилась с 2008 года по 2018, увеличилась доля больных с первично выявленным метастатическим процессом, ну вы знаете, что у них в свое время по рекомендациям они выпустили такие рекомендации, что скрининг не нужен ПСА. И в течение ряда лет действительно скрининг не проводился. Ранняя диагностика увеличилась доля больных с первичным метастатическим процессом. Но имеется устойчивая тенденция к увеличению выживаемости больных, что, конечно, связано с появлением новых терапевтических опций. Одной из таких опций является появление, например, новых препаратов пероральных антагонистов релизинг гормона или утинизирующего гормона. Вот такой препарат, релуголикс, изучался в сравнении с лейпролилином и оказалось, что значительно быстрее и значительно глубже подавляет этот препарат уровень тестостерона, чем лейпролилин. Об аросенсии уже говорил С.Л. Борисович это исследование, где у больных с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы применяли так называемый триплет, то есть АДТ, доцитоксел и даролутамид и сравнивали со стандартной терапией АДТ плюс доцитоксел. И триплетная терапия показала значительное увеличение общей выживаемости в этой группе больных с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы. Конечно, в этом исследовании не хватает третьей группы пациентов для сравнения, пациентов, которые бы получали АДТ плюс даролутамид. Но дело в том, что инициировалось это исследование еще тогда, когда исследования Арчес и Титан не завершены были и не было данных за то, что эта комбинация АДТ плюс антиандроген нового поколения улучшит выживаемость. Поэтому этой группы не было, поэтому это исследование страдается по методологии. Но сегодня мы понимаем, что оно страдает. Исследование Парапель посвящено лечению первой линии терапии у больных метастатическим кастрационно-резистентным раком предстоятельной железы. И в нем исследовали комбинацию парп-ингибитора Алопариба, о нем я буду говорить после обеда, для тех, кто доживет. И комбинацию, да, с абиротероном, Алопари плюс абиротерон, и сравнивали абиротерон плюс плацебо. И оказалось, что эта комбинация абиротерон плюс Алопари приводит к увеличению беспрогрессивной выживаемости почти до 25 месяцев. То есть больше, чем год, два года, простите, мы имеем беспрогрессивное течение при такой комбинации. Таких цифр пока мы не получали. Что самое интересное, самое интересное то, что, ну я этот слайд убрал, и у больных с наличием мутации генов гомологичной рекомбинации, и у больных без наличия мутации эта комбинация Алопариба с абиротероном давала выигрыш по медиане беспрогрессивной выживаемости. А вот другое исследование Magnitude, там был другой дизайн, там изначально тестировали больных на наличие мутации генов гомологичной рекомбинации, и уже знали, у кого мутации есть, у кого нет, и им проводили комбинацию ниропариба, это другой парпингибитор, тоже с абиротероном. И, нет, там не с абиротероном, там с этим, а нет, с абиротероном, да. И, значит, здесь оказалось, что у больных с отсутствием мутации эта комбинация не давала преимуществ, как вы видите на левом графике, а вот у больных с наличием мутации, особенно Берси-1, Берси-2, был серьёзный выигрыш. У меня всё время тоже мигает монитор, я прошу прощения. Ну и, в конце концов, о лютеции. Лютеции, да, зарегистрирован сегодня, но пока он зарегистрирован после уже терапии новыми гормональными препаратами и доцитокселом. В данном исследовании сравнивали лютеции с кабазитокселом, оказалось, что в третьей линии терапии по сама лютеции-177 выигрывает у кабазитоксела по беспрогрессивной выживаемости, но общая выживаемость оказалась одинаковой. Самое интересное, что было показано в этом исследовании, это то, что уровень метаболизма, ну вот СУФ, чем выше СУФ, тем лучше больные отвечали на терапию, причём и на терапию лютецием, что очевидно по патогенезу, и на терапию кабазитокселом. А вот нижняя кривая, это больные, которые не вошли в исследование, потому что у них был низкий индекс метаболизма, они жили хуже всего. То есть оказалось, что вот этот, чем больше накапливается по СМА при диагностике, ну с галлием, с втором, тем лучше прогноз течения заболевания вообще. Раньше мы думали наоборот, а теперь оказалось так. Что касается, Север Борисович, вашего прогноза, вот я здесь позволю сделать свой полностью противоположный. Я абсолютно уверен, что лютеция не уйдёт в ранние стадии. Во-первых, дискретная терапия. Во-вторых, большие проблемы с фармакокинетикой, со связываемостью, и далеко не все клетки одинаково экспрессируют по СМА. Это, на мой взгляд, основная проблема, почему мы не будем получать таких выраженных ответов, которые... И вот никогда, конечно, не будет прямых сравнений, например, лютеция с новыми гормональными препаратами. К сожалению, их не будет, но я уверен, что он проиграет, а может даже и химиотерапия. Но это так. Вопрос отбора больных. Это да. Да. Может быть, отбирать, вот действительно, с высоким суммом, ещё с глюкозой делать ПЭД дополнительно. И вот. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Борис Яковлевич.